Приветствую! Вы на канале RealiestikPS. Большинство турниров и чемпионатов постепенно выходят на зимние каникулы. У кого-то эти каникулы будут довольно длительными, например как у РПЛ, а у кого-то совсем уж короткими, как у Ла Лиги или например АПЛ. А Лигу Чемпионов на пару с Лигой Европы мы не увидим вплоть до февраля. Поэтому предлагаю подвести своеобразный итог первой половины сезона 2021 и в сегодняшнем видео порассуждать на тему потенциальных зимних даунгрейдов в PS 2021. Думаю вы все помните летние циклы роликов, поэтому не изменяя традициям, я представляю вашему вниманию свой топ футболистов, которые заслуживают даунгрейдов после зимнего перерыва. Перед тем как мы начнем, не забудьте поставить лайк под этим видео, отписать комментарий, кто еще по вашему мнению заслуживает понижения. Ну а если вы на канале впервые, то обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик для уведомлений. Будем честны, я не фанат АПЛ, поэтому не могу отреждать, что в курсе всех тех событий, что там происходит. Однако провальная игра Манчестер Юнайтед, а в частности ее защиты, не прошла даже мимо меня. По-хорошему там бы всем снизить пару-тройку пунктов, но как капитан команды получит больше всего Харри Магуайр. Англичанин может проявлять себя с точки зрения лидера, однако под его руководством защита красных делов нередко так шивается на ровном месте. Поэтому отнимем у него два пункта и ждем более надежной игры. Но не одним Магуайром единым, и поэтому Поль Погбан второй в сегодняшнем списке. После травмы, с которой француз провалялся весь прошлый сезон, в этом он также показывает слабую игру. Конечно, случаются редкие вспышки, но не за это Эмьюм платил под сотку миллионов в 2016 году. А посему уже вовсю идут разговоры о том, что Погбан вскоре покинет Манчестер. Вот казалось, не так давно Арсенал одержал победу в матче за Суперкубок Англии, а уже сегодня они плетутся на 15-м месте АПЛ. Виной тому множество причин, и одна из них это провальная игра главных центрфорвардов. Александр Лекозад и Пьер Америка Бемьянг следующие в нашем списке. Оба нападающих слабо проводят текущий сезон, и результаты их команды тому подтверждение. Продолжая тему центрфорвардов, Паула Дибала также демонстрирует слабую игру в текущем сезоне. Стоит лишь ознакомиться с его статистикой, которая представляет из себя 13 матчей во всех турнирах и только 2 забитых мяча. В защиту аргентинца можно сказать, что его то преследуют травмы, либо он выходит под конец встречи, однако когда у него появляются моменты, ну он не скажет, что прямо ими пользуются, будем честны. Сенсационно, Интер в этом году не вышел из группы Лиги Чемпионов. Пропустил вперед Боруси Мюнхит Гладбах и Реал Мадрид. И можно сказать, что это вполне заслуженно, поскольку в этом сезоне Интер серьезно так лихорадит. У КАК уже не сбивает столько, сколько и в прошлом сезоне, а игрок уровня Эриксона полирует скамейку запасных. Собственно, эти двое как раз таки и попадают в наш список. Ну и как в подобном списке и без Рафаэля Варана? За последние несколько лет у француза наблюдается дикий игровой спад, который чередуется с неплохими уступлениями. Но стоит отметить, что эти самые неплохие проблески игры возникают у него лишь тогда, когда на поле Рамос. В текущем же сезоне, когда испанец был травмирован, Варан, к сожалению, не смог взять на себя функции лидера. И это очень печально. И вот уже второй аргентинец в текущем списке. Не подумайте, я никак не хейтер Лео Месси, но все мы должны сойтись во мнении, что данный сезон он проводит откровенно слабо. И тут даже конкретных причин искать не нужно, ведь заметно и так, что Месси подавлен после всего того, что произошло с командой летом. Должен ли себя вести так капитан или же нет, это вопрос другой. Но одно известно точно. Пока что Лео напоминает лишь бледную тень самого себя. Поэтому давайте отнимем у него, ну например, один пункт. Ну и вкратце пройдемся по нашим чемпионам, которые никак не оправдали себя в Еврокубках. Начнем с Зенита. Думаю, тут комментарии излишни. Ведь тот же самый Краснодар, который провел дебютный сезон Велчен, набрал и то больше баллов в своей группе. Ну и соответственно, Дзюба, Малком и Ловран, как лидеры этой команды, получают заметное понижение. В ЦСКА трудно кого-то отметить, поскольку команда и так звезд с неба не хватает. Но тут я заметил, что у Виктора Васина рейтинга оценивается аж в 77 пунктов. Не сказать, что я малость приофигел, значит ничего не сказать. Поэтому заслуженно понижаем Васина и идем дальше. Несмотря на итоговые результаты, Локомотив трудно упрекнуть в плане игры и самодачи в этом сезоне Лиги Чемпионов. Железнодорожники вполне достойно смотрелись против Баварии, Атлетика, а потом, ну что-то пошло не так. Очередную слабую игру в воротах показал Гильерми, ну и Эдер не показал ничего сверхъестественного в атаке. За что мы его также понижаем. В Краснодаре, кроме как Кайо, больше мне некого отметить, поскольку именно опорник чаще всего напоминал о себе своими привозами и слабой игрой в защите. Мусаев все еще продолжает ставить его в состав, даже несмотря на все эти мячи, которые быки успели пропустить благодаря ему. Поэтому понижаем и без того небольшой рейтинг и желаем Краснодару удачи в Лиге Европы. На этом наш список потенциальных зимних даунгрейдов заканчивается. В комментариях я буду ждать ваши варианты игроков, которые также заслужили понижение по итогам первой половины сезона. Аналогичный ролик, но уже по апгрейдам будет уже совсем скоро, поэтому не пропустите. А чтобы не пропустить его, обязательно подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик для уведомлений. Ну и также не забудьте поставить лайк этому видосу, чтобы помочь ему с продвижением. А у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорой встречи, друзья.